Добрый день! Меня зовут Люба. Я рада приветствовать вас на своем канале Любопытный Нос. Сегодня я расскажу вам о ароматах, о бюджетных ароматах амбровых. Почему именно о бюджетных? Потому что так получилось, что мои самые любимые амбровые ароматы, они в общем-то бюджетные. Ну вот у меня так. И поэтому я решила поискать в своей коллекции, добавить к ним еще друзей и компаньонов и рассказать вам про амбровые ароматы. Потому что сейчас, в общем-то, такая погода, зима, это как раз время таких теплых амбровых ароматов. Как я их ощущаю сама, амбровые ароматы? Ну, в общем-то, в некоторых я выделяю прямо саму нотку амбры, чувствую их. А так, амбровые ароматы, это же, наверное, такие согревающие, уютные, немножко с какими-то смолками, возможно, ванильные. Ну, в общем-то, это такое теплое направление. Я не буду сегодня рассказывать вам о кашалотах, о холестерине этих кашалотов, о том, как добывалась натуральная амбра. Сейчас, я думаю, ее практически уже не используют в ароматах. Я расскажу вам о нотах, которые, как бы, создают амбровость в аромате. Это у нас обычно бывает бензоин, вот какие-то смолки, это ваниль и это лабданум. Лабданум, это смола, выделяется из растения такого ладанник. Там из веточек каким-то специальным образом выделяется смола. И вот ароматы с этими нотами дают нам амбру. Еще. В общем-то, ученые проводили какие-то эксперименты и подобрали заменители амбры такого животно-мускусного плана. Это у нас дягель аптечный, гибискус и гальбанум. Вот эти вот ноты тоже дают какие-то сочетания, дают амбровость аромату. Ну, а еще амбровые суррогаты, если уж это не из кашалота, то это добывают из полыни, из мускатного ореха и из благородных кипарисов. То есть, вот, как бы выбирают вот эту вот смолку, вот эту вот смолистость и теплые какие-то нотки ароматов из растений, то есть растительного какого-то происхождения. Либо синтетическое. Синтетическое – это то, что вот у нас амброксан, то, что в начале 2000-х было использовано в молекулах. И дальше уже вот этот амброксан используется очень интенсивно. Итак, вот эти вот амбровые ароматы, получается, что они делятся, ну, если уйдем вот от того, животные или растительные, они делятся на ароматы такого животного происхождения, ну, вот на ноту амбры, как бы более животную. Ну, эту серую амбру, такую маслянистую, густую, ну, которая дымчатую, может быть, немножко или как вот землистую. Потом амбра такая более древесная есть. То, что вот именно амброксан – это вот это вот дает такую древесность в ароматах и в молекулах, вот именно вот эта вот колючащая, щепучая амбровая такая, амброво-древесная нотка. И амбровая нота или амбры такие более тёплые, восточные, гурманские и, возможно, более привычные. Это вот именно вот это вот ванильно-бензоинового такого плана, ванильно-бензоиново-смолистого толка амбры. Все ли их так чувствуют? Не все. Все ли их одинаково ощущают? Я думаю, что все амбру ощущают в аромате по-разному. Тем более, что если это не интенсивно амбровый аромат, а амбра как бы она в поддержке, она, в общем-то, усиливает аромат, она является афродизиаком, она его укрепляет, делает его более стойким, глубоким, прочным и таким обволакивающим. Ну вот как, ну я бы назвала это таким 3D аромат. Аромату такую 3D придает амбра, то есть он становится более объемным. Ну это вот как я его ощущаю. Многие ощущают именно вот эту вот сладко-теплую такую сторону амбры. И именно вот, ну как амбровый аромат считается, что он согревает, что он такой теплый. Бывают немножко такие ликерно-алкогольные какие-то нотки. Ну то есть каждый по-своему для себя решает, что такое для него амбра в аромате, как он ее чувствует. Кто-то из шоколад и землю, как вот пачули немножко дают, амбра может давать и землистость, аромату тоже. Ну я думаю, что для такого вступления предисловия этого хватит. Если вы хотите где-то подробно прочитать про добывание или добычу этой амбры, я думаю, это можно найти. А давайте теперь я буду рассказывать именно про сами ароматы. Какие из них мои любимые, в каких можно ощутить амбру вот прямо очень сильно и почувствовать эту нотку. Ну и еще не будем забывать, что я сегодня рассказываю о бюджетных ароматах. Итак, я начну со своих любимых амбровых ароматов и, наверное, с таких амбровых-амбровых. Это у меня Элизабет Тейлор, черный жемчуг. Я думаю, многие его знают, все его знают. Так вот, вот если бы я не знала, что ее уже из кашалотов не добывают, я бы посчитала, что здесь та самая серая амбра, вот такая животно-маслянистая, вот та самая. Потому что, что вы про него не говорили, какой он там помадный, кремовый, пудровый или розовый, или ретро-помады, назовем ее так, старой помады, чего угодно. Но я ощущаю этот аромат, как именно вот помадно-амбровый, назовем его так. То есть вот эта вот вся вот такая объемность, все вот это тепло здесь есть. И в то же время есть вот эта вот такая чувственность в этом аромате, животинка, как ее угодно назовите, какой-то вот может быть мускусность. Но мускус немножко по-другому все-таки ощущается. А вот и то, что намешано вот так вот много-много, и какие-то тепло-бензоиновые немножко ноты, и вот то, что я называю помадно-маслянисто-помадно-амбровые такие нотки. Очень красивый, и она прям вот ощущается амбра до такого немножко щекотания в носу и в горле, вот такое ощущение. Хотя у меня аромат новый, свежий, ну как новый, никакой срок годности у нее не прошел. Вот это черный жемчуг от Элизабет Тейлор. Амбровый, замечательный. Следующий такой же аромат, красивый, и в котором ощущается амбра как элемент, как составляющая, как ты вот можешь так раз и почувствовать. Нет, этот аромат теплый, амбровый. Здесь есть и герани, розы, и ванили, какие-то еще цветы. И много всего. Это токкад от Роша. Очень красивая герань. Но герань, которая получилась все вместе, в общем-то аромат получился теплым, красивым, насыщенным, необычным. И вот здесь вот та, наверное, такая ванильная, восточная амбра, но все равно она ощущается как таким отдельным элементом. Может быть, вот какие-то даже такие ликерно, вот то, что я называю, ликерно-алкогольные какие-то нотки. Вот герань в сочетании с розой и с ванилью что-то такое дают. Токкад от Роша. Замечательный флакон, цвет, красивый. Может быть, он немножко ретро. Может быть, он немножечко такой домашний. Но он очень теплый, зимний, для зимы и для улицы, и для помещения. Очень красивый. Вот еще одна амбра. Ну, а дальше это у нас табу. Да, вот она, скрипочка вот такая у меня. А это не скрипочка, это уже в другом флакончике. Ну, а здесь это и паркет, и какой-то палисандр, и канифоль, которые вот натирают, может быть, струны музыкальных инструментов. Это и вот то, что я говорю, танцевальный зал, и сцена, и цветы, и древесины, и старая шкатулка, и какой-то, вот я не знаю, нарезной батон со сливочным маслом. И драповая какая-то одежда, драповое пальто шерстяное, натуральная шерсть, немножко подмокшая, намокшая. Ну, здесь все. И как кто-то говорил, это букет цветов, опущенный в коньяк, который отряхнули. Кто-то говорил из блогеров, такое сравнение, это не мое. Я настолько здесь белые цветы не ощущаю, но это сравнение мне очень нравится. И опять же, вот эта вот амбровость, объемность картинки, какой-то сюжет. Ну, вот мне кажется, что здесь амбра это именно дает. И если у вас на шарфе или на какой-то одежде будет табу, то это, безусловно, вас согреет этот аромат. И я не чувствую в нем какой-то, ну, вот то, что называется, эротики или страстности какой-то в этом аромате. Он для меня немножко другой. Он скорее такой согревающий, может быть, немножко театральный, зимний. Вот что-то в нем такое есть. Но, безусловно, аромат, который, да, наверное, ассоциируется, возможно, с теплой, с разогретой кожей, с какими-то духами или маслами или кремом, с чем-то. Вот какие-то такие ассоциации есть. И это все дает амбра, вот всю эту такую красивую картинку. Это табу Дана. Еще один такой амбровый аромат, это Жиль Сандер Сан. Это то, что я вам говорила, эффект загорелой кожи, солнцезащитных каких-то средств. И здесь и ланг-иланг, и какой-то папин крем для бритья, мыльность немножечко какая-то, и гвоздика, косметика, может быть, какая-то уходовая тех лет. И да, и большой слой солнцезащитного крема, и солнце, которое попадает на кожу. Это закат, это море, может быть, балтийское, может быть, не очень теплое. Это же немецкий бренд все-таки. И очень красивый амбровый аромат, хотя в летней, в такой упаковке, красиво звучит зимой. И как зимний, я знаю, что очень любим в нашей стране, его любят, уважают, но еще и за его бюджетность. То есть, вот именно цена-качество, или как цена и кайф отношения этого аромата, это очень такое соотношение, очень достойное. Красивый аромат Жиль Сандер Сан. Это именно вот просто Сан классический. Никакая там не летняя версия, ничего. Едем дальше. Ну, давайте теперь поговорим о таких ароматах, которые вот говорят, что меньше всего или реже всего амбра бывает в цитрусовых ароматах. Ну, я бы так сказала, в свежецитрусовых. Наверное, амбра все-таки она такой зимний, согревающий. Но если взять вот такое цитрусово-новогоднее направление, то почему бы и нет. И такие ароматы есть, которые включают в себя какие-то цитрусовые нотки. Ну, вот у меня, например, есть это Келлин Кляйн Ванн Самоэдишн этого лета. Здесь у нас амбраксан, соль и цитрусовые. Ну, это такая амбра вот прям совсем отпускная, морская такая, ну, очень настроенческая, которая сразу вас окунет в атмосферу пляжа, моря, соленых камней, соли, которая попала на кожу и какой-то вот летний такие свежие цитрусовые ароматы. И вот здесь тот самый амбраксан, который даст, ну, просто вот вы амбру почувствуете всеми фибрами своей души, носа и всего. То есть это до то, что я называю пощипыванием носоглотки. Это необычный, приятный такой вот тоже амбровый кайф такой, да. Это есть во многих мужских ароматах. Это у нас унисекс. Это и саваж мужской. Вы еще посмотрите, вот это вот такое в современных мужских ароматах, то, что дает иногда наряду с какими-то пряно-сладковатыми нотками, иногда даже ванильными, дает вам такое вот горячее, немножко обжигающее ощущение вот этих вот амбры в носу, пощипывания такого. Это вот у меня Келлен Кляйн One Summer Edition, эдиция этого лета с амбраксаном, с цитрусовыми. Еще с цитрусовыми это Ромео Джоли, Ромео Джоли, так называется и такой бренд. Это вот тот, который тоже цитрусовый. И амбра где-то, где-то там на подпевках. А в общем-то он цитрусовый, позитивный и амбра дает вот здесь тот самый согревающий эффект и от цитрусовых такой витаминный всплеск позитива идет. Замечательный. Он сидит близко к коже, он в общем-то никак, ну не помешает вам ни в какой вашей деятельности, ничем не отвлечет. Может быть он даже через какое-то время становится незаметным. Но амбра, она его из такой свежей цитрусовости уводит в какую-то такую, в теплую, в теплую какую-то струю, более может быть новогоднюю. Ромео Джоли, Ромео Джоли, Гигли пишется. Итак, следующий это Эйвон Мисмирайс Амбр Мистик. Ну, а здесь вот, например, амбра, хоть она называется амбровый, но амбра здесь где-то так тоже вдалеке. А в общем-то это сладкое, тягучее абрикосовое варенье. Он теплый, красивый, с цветочками, с какими-то немножечко, я уже не помню, но по ощущениям не могу сказать, что прям вот какой-то жасмин, но какая-то белоцветочность присутствует. И вот такая вот сладкая абрикосовая какая-то нота, и амбра на подпелочках. Тоже очень теплый, красивый, не настолько долгоиграющий, но приятный аромат. Еще вот из цитрусовых, по-моему, вот этот вот Езус Дель Позо, испанский, называется он Амбар. Амбар, пишется амбар, это амбра по-испански или янтарь, ой, флакончик на пять с плюсом, кусочек янтаря. Но, в общем-то, я бы сказала, что здесь амбра присутствует поскольку-постольку, каким-то таким тепленьким, тепленький оттенок дает. А так, в общем-то, это чай с кардамоном. Ну, вот какие-то чайные ноты, кардамон, и я бы сказала, немножко и цитрусовые какие-то есть, и вот, и амбра. Ну, все вместе он дает такой теплый, согревающий эффект, но я бы даже сказала, здесь больше, наверное, смолок и хвои. Вот, кстати, когда про хвойные ароматы, если вот тоже в нем есть такая хвоинка приятная, и все это вместе дает ощущение, возможно, какого-то леса, смолы, кусочка янтаря и соленого немножко воздуха или хвойного воздуха. И вот такой вот, и немножечко цитрусовых. Красивый аромат тоже сидит близко к коже, я бы сказала, но создает вокруг вот такую вот эту дымку и какой-то сюжет. Следующий аромат, потому что есть такие конкретно амбровые, с которыми все понятно. Ну, давайте вот еще вот Эйва. Это у нас Far Away Gold. Почему я взяла его? Потому что мне он больше нравится, чем классический, вот, какой флакончик приятный, чем классический Far Away, но он очень на него похож. Просто для меня он как-то сушен, в нем не так сильно ощущается кокос, а вот амбра достаточно. Это действительно теплый амбровый аромат, я думаю, его многие знают. Это и ланг-иланг и сандал, и все это вместе красиво замешано, намешано. Far Away это один из самых популярных ароматов у Эйва, один из самых продаваемых и заслуженно любимых, я бы так сказала. Ну и опять вот это все такое, его какую-то бархатистость, какое-то его тепло, уют и ощущение какого-то теплого пледа или вообще теплой одежды, какого-то такого кокона согревающего. Мне кажется, дает амбра в сочетании вот с ланг-илангом, с сандалом. Очень красиво звучит. Еще один аромат от Эйвен, это Rail Gold, у меня он уже в новом флаконе. Ну а это амбра и белые цветы. Это такая амброво-цветочная или цветочно-амбровый аромат, где все-все-все красиво, много белых цветов, много-много-много. И теплая вот такая дымчатая какая-то основа согревающая, это тоже, я считаю, что один из безусловных таких шедевров у Эйвен. Его со многими ароматами сравнивают, на что-то он похож, на что-то не похож. Итак, из бюджетных он, мне кажется, немножко похож на Revlon Charlie Gold. Но в этом Charlie Gold больше как-то есть такая персиковая какая-то нотка и, может быть, карамельная, вот что-то такое в нем есть, какая-то такая. Хотя нет, знаете, может быть, вот этот больше похож на Charlie Red. Вот этот Rail Gold, он, наверное, на Charlie Red похож. Тот, кстати, тоже можно отнести, наверное, к цветочно-амбровому, но тот все-таки больше цветочный. А вот этот вот у нас Revlon Charlie Gold, у меня он вот в такой емкости, ну, мне, в общем-то, достаточно. Это персики, это карамель, это очень что-то, ну, возможно, капелька корицы какая-то. Кстати, вот корица с амброй тоже такое беспроигрышное сочетание, очень часто встречается. И вот эти персики, абрикосы, и вареньевость, карамель, ну, зимний вариант, зимний аромат однозначно. Так, что у нас из таких еще? Чтобы там, вот еще, это у нас лед и пламя от Revlon Fire and Ice. Вы знаете, я вот его в последние дни носила как-то вот так какое-то длительное время. И он очень оказался таким комплементарным. То есть вот так, что приятно пахнет дома, мои мне говорили, чем пахнет. Я ощущала это, вот этот персик, и какое-то тепло, и действительно амбровые нотки. Он амбровый, вот, ну, такой, как бы, конкретно амбровый. То есть в нем вся эта теплота, она ощущается сразу. Приятный аромат с какими-то, с древесными нотками, может быть, немножко с цитрусовыми. Безусловно, зимний. Не могу сказать, что я ощущаю его ту часть, которая айс, ледовую или как, ну, холодную. Для меня, в общем-то, он теплый. Теплый на протяжении всего, всей носки, всего этого периода времени, когда его ощущаешь. На себе довольно стойкий. И стойкий, и шлейфовый. Вот это Revlon. Тоже такая классная бюджетная находочка. Еще из этой же серии, из этой же оперы, это у нас Шапард Кашмир. Ну, а это уже и корица, и карамель. Я думаю, все его знают. Это вот такая восточная гурманика с красивой, теплой амброй, которая дает вам позитив, хорошее настроение. А у меня еще с ним связаны какие-то такие воспоминания. У нас была в детском саду воспитательница. Вот как вот память работает. Помнишь, звали ее Галина Михайловна. Она была очень такая веселая, позитивная. Все время улыбалась. У нее была короткая стрижка. Волосы окрашены хной. Кремпленовое платье с цветами. А для ребенка это очень красиво, да, когда платье с цветами, с цветочками на воспитательнице. Ну, как-то всегда с ней все время что-то делали, какие-то подделки, что-то... У нее было немножко такого, как, ну, каких-то необязательных таких вещей дисциплинарных или еще чего-то. То есть могли делать подделки и оставить там неубранную бумагу, а доделаем ее после тихого часа. И какие-то такие элементы запоминаются с детства, что не было лишних там маршей и флажков. Была какая-то такая уютно-домашняя обстановка, когда она была в детском саду. И мне кажется, что от нее пахло именно так. Так, персиково-карамельно, с каким-то степлым ароматом, таким приятным ароматом амбровым женского тела. Возможно, это я даже не могу предположить, какие у нее были духи, или крем, или помада, что у нее так пахло. Но это такой домашний уютный позитив, воспитательница, от которого ребенок не стрессовал, оставшись без мам, без папы, да, в детском саду. Вот, но полноценного флакона у меня нет. Ну, вот как-то я много им не пользуюсь, так вот, как для воспоминаний. Следующий аромат, о котором бы мне хотелось рассказать, это, ну, так, коснуться его. Это Келси Берлин, это Осмун Де Нуар. Для женщин, хотя я бы его отнесла к ароматам унисекс. А это, в общем-то, это фруктовый уд. Или удовый фрукт. Вот, аромат с нотой уда, это восточный бренд, поэтому, ну, есть в нем такая вот деталь, такой момент, что удовый аромат иногда для меня, или на моей коже звучит довольно остро и монотонно. Вот так, как бы, как я начинаю чувствовать уд, все, дальше мне уже не отделаться. Это не плохо, это не хорошо, но просто вот такая вот удовая бумажная остринка, свежинка, вот я ее ощущаю. А здесь есть такая вот эта амбровая округлость. Амбровая такое, как, ну, вот если бы представить, как вот мазками такими на картинке, или как вот вы краску брызнули тоненькой струйкой, а потом сделали вот амбровую какую-то краску таким распылением, таким облачком. Вот для меня этот аромат, в нем амбра, присутствует так, как вот такой сглаживающий элемент, такой туман, который вот эти все острые углы удовой пряности вот этой восточной сглаживает. Вот еще один аромат, который звучит очень красиво. Так, дальше здесь, сейчас поставлю поближе, чтобы мне ни о чем не забыть. Теперь я пройдусь вот по ароматам, в которых прямо в названии есть амбра. Итак, амбровый эликсир от Арифлейм, многие его знают. Это красивый амбровый аромат с капелькой цитрусовых, древесных нот, вот таких новогодних, вот такого оттеночка, и миндаля, или миндального ликера, или какого-то вот такого сладковато-ликерного немножко привкуса. Вот что-то такое есть. Очень позитивный, теплый, согревающий аромат. Амбра-амбра, прямо вот классическая. Я считаю, возможно, недооцененный аромат, но с другой стороны, у него есть любители и ценители. Это вот такой классический, такого желтенького, коньячного цвета. Следующая амбра тоже, не знаю, как можно отнести к бюджетному или нет. Это амбровая вуаль от Евроше. А здесь даже вот амбра ощущается с таким вот, с тем самым колкостью и пощиплением в носу немножко. Здесь вот как раз те нотки, такие смолы, бензоин, ваниль, вот что-то такое. Так все красиво, так все уютно, тепло. И древесные какие-то, и даже какие-то древесные опилочки, и хвои, что-то такое есть. Но, в общем-то, это классический красивый амбровый аромат. Один из лучших. Так, следующий. Это вот у нас амбр ардам от Эйвен. Я про него недавно рассказывала. А здесь амбр с какой-то кислинкой, с какой-то цветочностью, с какой-то ноткой кожи. И ванили, и перца, и очень красивый, благородный аромат. А еще он довольно стойкий. Ну вот на моей коже стойкий. Но целый день я не испытывала. Но 6 часов точно это было. И даже остался и на одежде на следующий день. Это вот Эйвен 2. Вот это из последних ароматов, которые Амбра и Ут. Ут я в большом флакончике так и не приобрела. У меня 10 миллилитров. А вот этот, я не жалею, что он у меня есть. Ну, замечательный. Необычный, исключительный. Стойкий и шлейфовый. И с таким даже благородным нишевым звучанием, если можно так сказать. Это вот. Ну и перец. Там красивые нотки перца, как я уже сказала. Ну, даже какая-то солноватый сандал такой вот что-то есть. И кожу я ощущаю. Очень красивый аромат Амбра и Черная Амбра от Эйвен. Так. Что у нас осталось? Их становится все меньше и меньше. Это у нас Агент-Провокатор Ля Жан. А это у нас Амбра, которая сочетается с ладаном, с дымами, с какими-то копчеными веточками. Аромат волшебный. Не для всех, не для каждого. Под определенное настроение. Но теплый, согревающий, дымный и, в общем-то, красивый Амбровый аромат. Агент-Провокатор, ну, тоже можно, в общем-то, отнести к бюджетным ароматам. Да? Ну, и все какие-то новинки бывают. Они сначала подороже немножко. Ну, а так мы все знаем, что это ароматы не очень дорогие. Итак, следующее. Это у нас Билл Блаз Ход. Красненький. Да? Их три. Черный, красный, белый. Вот это тот, который медово-гвоздичный. И вот тоже Амбра такая прям классическая. То есть вот это тепло, обволакивающее такое. В сочетании с медом, с медовой пыльцой, с какими-то цветами. И с приятной такой бодрящей гвоздикой, как я ее часто ощущаю вот в аромате, когда гвоздичка, она придает такую, ну, и как цветок. Ну, как цветок бывает нежнее, а как пряность она так бодрит и веселит. Вот этот аромат для таких зимних дней. Амбра, тепло, мед, цветы и кожа. И немножко, по-моему, какие-то табачные нотки есть. Ну, в общем, все, что хотите, все здесь есть. И даже какое-то, что дает такое тепло, какой-то шерстяной одежды. Вот как в табу, да, тоже что-то теплый, красивый аромат. И из этой же серии Obsession Келлин Кляйн. Необоснованно забытый, необоснованно недооцененный. Хотя, я думаю, любителей у него много есть. Это куча специй. Это какой-то пар от теплых, горячих рождественских напитков, которые вот исходят. И это сам вот этот пакетик со специями, которые только собираются в этот напиток опустить. И это просто, возможно, запах теплого вина. И потом уже и глинтвина. Каких-то теплых, горячих яблок карамелизированных. Но яблочной нотки здесь нет. Это корица, гвоздика, это... Ну, очень много разных специй. Это и перец, и чего там только не намешано. И разные деревяшечки и сандал. И все это вот в таком, как в шаре, в таком защитном, в облаке. Но не дымноладанном, а амбровом. Таком теплом, коньячного цвета. Или желтовато-оранжевого какого-то цвета. То есть это один из первых тоже ароматов, приходит наук, когда говорят об амбровых. Бюджетный аромат. Сальвадор Дали. Папа Липс. И, по-моему, это у нас Папа Липс Сеншоу. Ну, а это, в общем-то, ягодный. Какой-то смородина. Возможно, еще какие-то ягоды. Кислинка, почули, древесина. Я бы сказала, немножко такой дерзкий аромат. То есть рисковатый, цветочный. Кисловатых фруктов какие-то, капельки. Но не очень такой, может быть, он и не очень согревающий. Но вот в нем вот эта вот амбровая нота, теплая амбровая, в сочетании с сандалом, дает вот такой уже ему какой-то теплый оттенок. И когда долго носишь и на коже согревается, то он становится уже не таким дерзким, не таким резким, не таким резко цветочно-сладким. Вот фиолетовый такой флакончик. Красивый, амбровый. Ну, амбра там скорее такая, как защита. То есть ты понимаешь, что он все время таким резким не будет. Потому что сам по себе аромат, в общем-то, сочетание этих фруктов и почули мне нравится. Но иногда бывает немножко рисковато. Так вот здесь амбровая это так сглаживает. Следующий аромат. Вот я вам говорила про ликерно-вишневые какие-то ноты. Вот у меня есть два аромата. Это один Red от Giorgio Beverly Hills. В нем заявлена нота вишни. Она и заявлена, и я ее ощущаю. Он и альдегидный, и древесный, и какое-то, наверное, ретро-звучание у него есть. Я бы скорее сказала классический, вечерний, такой добротно скройный аромат. И вишенка здесь заявлена. И это вот то самое, такая восточная курманика, вишня, амбра, деревяшечки. Красиво. Возможно, это капля вишневого сиропа, капнута на какое-то дерево или на что-то. Но вот такие какие-то нюансы в голове, что-то такое всплывает, какая-то картинка. Вишневая нотка есть. А есть у нас от бренда Yop. Леван. Ванна, баня, как он переводится, да? Леван. А здесь нота вишни, она не заявлена. Но я его ощущаю как очень красивый амбровый аромат вот с той самой нотой вишни. Или вишневые косточки, или черешни, или вот чего-то такого сладко-сиропного немножечко. Но капельку вот такой вот как слегка-слегка. А так это смолы. Это какое-то нагретое помещение. Может быть, это какие-то нагретые доски или деревяшки. Или это пар, который исходит от чая. Ну, вот какие-то такие сочетания чего-то теплого, уютного, очень хорошо звучащего зимой. И, кстати, довольно стойкий. Ну, вот для меня он вполне стойкий аромат. Красивый, бюджетный амбровый аромат, который даст вам тепло и волшебство. Это вот, кстати, из тех ароматов, которые в пирамиде написано одно. А все мы чувствуем и ощущаем его по-разному. Вот такая вот красотища. И последний аромат, по-моему, все-таки последний. Это кабака от Буржуа. А здесь амбра является таким... Ну, вот если говорить, что амбра, она усиливает, закрепляет, укрепляет эти нотки, ароматы. Делает их более стойкими, насыщенными, как более объемными. Здесь амбра, я как считаю, является таким связующим звеном. Смотрите, какой цвет красивый. Потому что этот аромат сам по себе очень интересный. В нем есть адегиды, цветы, одна часть. И вторая часть – это пряности, тепло, корица и вот что-то такое, сухие какие-то специи. Это другая часть. И все это вместе сочетается с такой несочетаемой, казалось бы. И все это связывается амброй. И тогда получается этот аромат таким единым целым, интересным, таким вот теплым шариком, у которого в разных местах этого облачка, этого шарика, разное какое-то настроение, разное звучание этого аромата. Это кабака от Буржуа. Очень мне нравится. Я про него, кстати, отдельно рассказывала. В туалетной воде вот такой красивый флакончик. Он, наверное, переформулированный, переделанный. Каким он был, когда звучал, как он звучал раньше, я не знаю. Но то, что от него осталось, то, что от него оставили, то, чем нам позволяют насладиться и понюхать. Это, в общем-то, прекрасно, красиво, необычно и бюджетно. Вот, я вам рассказала про большую свою часть своей коллекции, про какие-то ароматы вы слышали, какие-то у меня впервые. Это то, в чем амбра ощутима, то, в чем она красива, заявлена, явно ощущается, играет какую-то роль, какое-то у нее есть в этом аромате предназначение. Нюхайте вместе со мной, разнюхивайте амбру в других ароматах, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я желаю вам хороших выходных, хорошей недели. До свидания. Берегите себя. Амбру в других ароматах, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.